После того, как вышел на широкий формат фильм Эверест, это было, дай бог памяти, лет 5 назад, начался взрывной интерес к альпинизму. Ну, для нас, мы там 8 лет назад организовали ассоциацию горных гидов, это была, наверное, четвертая попытка с 1965 года влиться в международную семью ассоциации горных гидов. Для нас это хорошо, потому что больше гостей, больше работы для гидов, но, как говорится, в нашем пространстве у палки два конца. После этого фильма мне начали звонить люди, совершенно далекие, как мне казалось, от альпинизма, и пытаться куда-то сходить, и пытаться повторить. Да, естественно, люди путают Эверест с Эльбрусом, это немножко разные горы. Немножко об Эльбрусе. Первое восхождение на Эльбрус, немножко истории. Первое восхождение на Эльбрус было 22 июля 1929 года. Возглавлял ее генерал-губернатор Эммануэль. С севера на Эльбрусе есть поляна Эммануэля, так называемая, на которой находится базовый лагерь тех, кто ходит с севера на Эльбрус. С того времени началось такое массовое восхождение. Если говорить вообще о первом коммерческом восхождении в мире, первое коммерческое восхождение было совершено на Монблан. Есть конкретная дата, конкретный год, когда это было. Это был конец 19 века самый. Приехали какие-то англичане и наняли в Шамани, тогда это было небольшое село, наняли местного пастуха, который их сводил на Монблан. Это считается началом, собственно, коммерческого альпинизма. И ассоциация гидов в Шамани, она самая старая в мире, ей там больше 200 лет, и они сумели сохранить вот тот уклад. У французов вообще с традициями все в порядке. Они сумели сохранить именно тот уклад. Это самая крутая, самая массовая и самая правильная ассоциация горных гидов вообще в мире. И с 1929 года начались восхождения на Эльбрус. Они были разного плана. Они были в политических целях, в военных целях, во всяких разных целях. Гитлеровцы очень серьезно отнеслись во время Великой Отечественной войны к горе. Гитлер считал ее местом силы, большим, связанным со всей магией, которую он по разным слухам практиковал. Сейчас боюсь соврать, то ли с 1937 года, то ли раньше батальон, полк, наверное, даже не батальон, который был легендирован как обычные немецкие альпинисты, они приезжали в Прильбрус и очень много ходили там и тренировались. Под руководством наших альпинистов в Шхельдинском ущелье есть даже немецкие ночевки, так называемые. Это где фильм «Вертикаль» же все видели. Вот фильм «Вертикаль» снимался на немецких ночевках. Немецкие ночевки, они потому что там стояли немцы и много ходили. И на Ужбу, и на Пикчуровского, и на Шхельду. Вот немцы серьезно подготовились, они зашли на Эльбрус, поставили там флаг, и стоял он там больше года. То есть немецкий флаг больше года стоял на Эльбрусе. Потом их оттуда выбили. Ценой больших усилий до сих пор вытаивают тела красноармейцев и немцев на Эльбрусе, потому что ледник достаточно серьезно отступает. Закончим исторический экскурс. На Эльбрус ходят с четырех сторон. На Эльбрус ходят с юга. Это самое массовое восхождение. Ходит там порядка 15-17 тысяч человек в год. Этому способствует наличие инфраструктуры достаточно серьезной. То есть просто можно на 3850 приехать на подъемники. Современный подъемник, и ты приезжаешь на подъемники на 3850, чуть выше бочек. Дальше желающих, всех желающих возят ратраками. Ратраки сейчас ездят на 5100. На 5100, причем там есть ратрак, но 5100 это начало косой практически. То есть под косую, под косую ездит ратрак. Последние три года у меня все время есть группы, которые хотят ходить с 5100. Это все равно тяжело. Это все равно занимает несколько часов. Ну, такое вот восхождение. Второе по популярности направление это север. Север ходит от трех до пяти тысяч человек. На севере это прям настоящий альпинизм. То есть там нет ни ратраков, ни ничего. Ты приезжаешь на 2200 на машине, и дальше ты пешочком где-то с лошадками идешь в базовый лагерь. Оттуда по-честному начинаешь ходить, заносить снаряжение и так далее. Ходят немножко с востока через кратер. Ну, все видели, да, Эльбрус на Google Earth. С востока там большой кратер. Ходят с востока. Последнее время не пользуются популярностью этот маршрут, потому что он такой. Там можно упасть нехорошо. Ну, и там очень много камней. И последнее время достаточно серьезно набирает популярность с запада. Ну, такой на самом деле западный маршрут, он с точки зрения, если, например, ходить в весенний-зимний период, он очень интересный, потому что там практически снизу доверху можно сходить на скейтуре. Очень много ходит, да, очень много народу ходит на Эльбрус на лыжах. То есть даже на запад при нормальной кондиции снега можно сходить на лыжах прям снизу доверху. А с юга заходят? С юга заходят. А это легче, чем на лыжах? Ну, легче с точки зрения того, что потом спускаться на лыжах. Но при этом должно быть определенный уровень катания, потому что, ну, там круто и там есть куда падать. Я вообще поклонник скейтура, большой любитель скейтура, поэтому я вот сейчас очередной раз был с группой в Безинге в Альплагере, у меня спонтанно образовалась группа, и я очередной раз понял, что я альпинизм не люблю. Потому что наверх хорошо и нравится, а вниз пешком, ну, это прям, когда ты еще идешь под рюкзаком, который там 25 килограмм весит, ну, как бы не очень. В принципе, это медленнее, но из-за того, что у тебя хорошее сцепление со снегом, и если кондиции позволяют, то, ну, скажем так, вверх особой разницы нету. Опять же, ну, Эльбрус с юга, это прям такая дорога, это прям дорога-дорога. Ну, не шоссе, но до 500 шоссе, да, по которой ратраки ездят. Косая – это достаточно широкая тропа, шириной метр, но на косую уже есть нюансы, там есть куда падать. То есть я стараюсь, косую идти, средневзвешенная группа идет часа два, то есть я стараюсь на косе людей не отдыхать, потому что все, на косую зашли и пошли наверх. Поднялись на седло, потом, как бы это, да, на лыжах можно, сходить с трех сторон. Можно сходить с юга, можно сходить с севера, можно сходить с запада. С точки зрения безопасности, ну, скажем так, все очень сильно зависит от кондиций снега и от уровня участников, потому что, ну, прежде чем сейчас немножко в сторону по классификации, да, то есть Эльбрус, Эльбрус с юга – это двойка, ее периодически, да, двойка, но двойка, она только из-за высоты. По большому счету, ну, двойка, ее периодически объявляет двойка Б, имеется в виду запад именно, классика с юга на запад, это считается там двойка, двойка Б, ее периодически раздевают до двойки А, потом опять кто-то приходит, говорит, ой, не, ребят, не, давайте двойку Б сделаем. Ну, у нас сейчас такая классификация, что у нас в стране нету шестерки Б. Шестерку Б назначают на один сезон для того, чтобы люди, которые ходят мастера спорта, чтобы они мастера спорта закрыли. Вот там каждый год в Безинге назначают какую-то вершину шестеркой Б. На нее люди ходят, потом ее раздевают до шестерки А опять, потому что, чтобы мастера спорта выполнить по альпинизму, у нас сходили шестерку Б. Вот. Очень сильно зависит от кондиции снега, очень сильно зависит от уровня группы. То есть, в принципе, я бы сказал, что, наверное, все-таки безопаснее при прочих равных идти на лыжах, потому что сцепление со снегом лучше, ты устойчивее. Провалиться там? Нет, провалиться там невозможно. Все, что выше скал Пастухова, это все конкретный бетон. Трещин там вот конкретно на классике нету вообще никаких. То есть, трещины, они там слева, справа. На классике, с юга, на ней трещин нету вообще никаких. Снежный покров там, ну, как правило, это входильные кондиции, а на Эльбрус, ну, нельзя ходить круглый год. Есть месяцы, в которые, как бы, на Эльбрус, ну, не сходишь. Ну, не знаю, если у тебя там идет какая-нибудь подготовка к К2, например. Вот у меня народ сейчас, буквально перед лекцией, там товарищ выложил видео, вот они сейчас на К2 зашли, то ли сегодня, то ли вчера. Причем это не спортивная группа. Ну, то есть, они поехали с гидом и зашли на К2. Реально, это очень круто. То есть, К2 это самая сложная вершина в мире, и там, ну, на нее, чтобы сходить, надо прям быть, прям, прям ух. Эльбрус хорошо ходится в мае. В мае Эльбрус хорошо ходить на лыжах. В июне есть вопросы, потому что начинаются грозы, начинаются дожди, начинаются сильные ветра. У нас сейчас был экзамен. Весь май практически Ассоциация горных гидов проводила экзамены, принимала экзамены у лыжных гидов. И после экзамена у меня приехал товарищ из Иркутска, говорит, мы хотим на Эльбрус пойти с севера, в начале июня. Я говорю, Саша, вы не сходите. Ну, ветер 30 метров в секунду в течение недели. То есть, сдуло все, и как бы... То есть, июнь, июнь вообще при Эльбрусе такая... Много гроз, много гроз именно с молниями. Железо, опасно, в железо бьет, в железо бьет молнии. У людей зубы спаиваются железные. Не, нормально. Ну, не, входильные кондиции, входильные кондиции совершенно спокойно. Ну, катание как на трассе. Ну, может, чуть жестче. То есть, все абсолютно проезжается. Все абсолютно проезжается. Местами круто. Спуск с запада, он достаточно крутой в самом начале. Ну, там, когда на запад выходишь, когда с юга идешь, ты после седла, седло достаточно длинное. А когда первый раз пошел, ну, Эльбрус, он очень обманчив на самом деле. То есть, все, кто первый раз приезжает на Эльбрус, поднимается первый раз на Горобаши, Горобаши говорит, о, откуда ходят спортсмены? Я говорю, ну, прям вообще спортсмены ходят снизу, а там типа спортсмены ходят с бочек. Так давайте пойдем с бочек. Говоришь, ребят, подождите, на третий день уже с бочек никто идти не хочет. Потому что он очень обманчив с точки зрения размеров и масштабов. То есть, тебе кажется, вот все рядом. И когда ты поднимаешься, во-первых, подходишь к косой. Первый раз я ходил с четырех с половиной. Подходишь к косой, кажется, что тут коса это, что тут идти? А реально коса идется два часа. И коса это один из самых сложных участков. Потому что там уже и высота большая, там уже за пять сильно. Ну и он так, тяжело идется. Заходишь на седло, а седло огромное. Оно длиной там, не знаю, метров, наверное, пятьсот. Проходишь седло и пошла тропа налево, это на запад, направо через аварийную хижину на восток. Там потом сложный очень взлет на запад. Он не длинный, ну, по высоте он там где-то метров, наверное, двести по перепаду. Но он очень крутой. И там нужно косо идти, потому что тропа идет так вправо косо. То есть, там такое очень неудобно шагать. А потом длинный-длинный такой пологий проход, там, не знаю, тоже метров триста-четыреста. И ты попадаешь на вершину, на западную. С западной вершины вид, честно говоря, не очень. Почему-то все очень любят ходить на запад. Шикарный абсолютно вид с восточной вершины. Ты видишь весь главный Кавказский хребет. Но почему-то вот восточная вершина не пользуется популярностью. То есть, если налево идти, это на запад. Если направо идти, то это на восток. 5,642 – это запад, это которая слева. Если с юга, то это слева. А 5,621 – это которая справа, это восточная вершина. Ну, в принципе, более-менее рассказал. Теперь, если никто не против, давайте перейдем к подготовке. Что я советую, как бы, людям? Ну, во-первых, немножко метафизики, да? Как я считаю, есть три фактора по важности, на мой взгляд. Может быть, немножко дико покажется. Но самый главный фактор, что вообще о тебе думает гора. То есть, если гора хочет, чтобы ты на нее поднялся, ты поднимешься. Если гора не хочет, у меня есть друзья, Новокузнецкий альпинистский клуб. Люди очень серьезные. Они четыре раза приезжали на Эльбрус за последние 15 лет и не сходили ни разу. То есть, два раза не было погоды, два раза были спас работы. То есть, они не сходили ни разу. Вторая история – это как у тебя обстоят вообще дела с высотой. Потому что это очень индивидуальная история. Кто-то вообще высоты не замечает. Кстати, девушки очень меня радуют в этом смысле. Ну вот, у девушек, девушек, да, есть девушки, которые прям вообще как машины просто. Да, и третья история – это, собственно, физуха. Но физуха, она – это вот реально третья по важности история. Потому что в прошлом году у нас там есть у меня старший товарищ из Воронежа. У него близкий друг, он… У него восемь айронменов. Восемь айронменов! Он не зашел. Он до 4 700 доходил, говорит, я все, я не могу. Когда идет Эльбрус Рейс, там же очень часто стоят, так сказать, играющие судьи, которые именно начинают спускать людей, которых… Эльбрус Рейс практически все время побеждают беголыжники. Они очень бодро забегают наверх, а потом… А потом… Не-не-не, ну, бегом, бегом, да. А потом начинаются проблемы. Людей реально спускают, потому что, ну, как бы их накрывает очень сильно. Небольшое лирическое отступление. Все, о чем сейчас говорится, мы говорим о коммерческом альпинизме, мы говорим об восхождении с гидом. Мы не говорим о спортивном восхождении. Мы говорим о восхождении с гидами. Сказать, что нужно обладать какими-то невероятными кондициями для того, чтобы сходить с юга, приехав на ратраке там даже на 4,5 или на 4,700, ну, я не скажу. То есть любой нормальный человек, который там может, я не знаю, там, десятку пробегать за час, сходит совершенно спокойно. Фактор, единственный фактор – это как у человека взаимоотношение с высотой. Меня сильно смущает, что вот эта вот невероятная популярность, то есть люди, которые никогда не были в горах, они сразу хотят сходить на Эльбрус. У меня вот сейчас, кстати, через 3 дня такая группа будет. Но, в принципе, для того, чтобы всерьез задуматься именно о коммерческом восхождении на Эльбрус, ничего сверхъестественного не нужно. Десятку за час бегать. Я там не бегаю, я езжу на велике. Ну, как бы велик с бегом 1 к 3. Ну, то есть ты должен там, как бы, для того, чтобы говорить о том, что ты занимаешься, ну, где-то от 30 километров надо за раз ездить. Ну, 30 километров за час – это крутовато. У меня реально хороший велик, я езжу там за 2 часа полтос. У меня реально хороший велик там, прям хороший. В принципе, для подготовки, бег – очень хорошая история. Я всем советую – это лестницы. Находите рядом с собой 20-30-этажный дом и пошли. Один этаж в среднем 3 метра. Для того, чтобы сходить нормально на Эльбрус, надо за 3-4 часа ходить 1000 метров по перепаду. 1000 метров по перепаду – это 300 этажей. Причем важно как вверх ходить, так и вниз, потому что, на самом деле, человеческий организм, он, к сожалению, гораздо больше приспособлен для хождения вверх, чем для хождения вниз, потому что связочный аппарат как бы очень не любит наш ходить вниз очень сильно. То есть там надо прям технику хождения вниз осваивать. По лестнице? Нет. По лестнице ходим с рюкзаком, 10 килограмм кладем в рюкзак. Ну, это будет средневзвешенная нагрузка, которая будет с собой на Эльбрус, штурмовой рюкзак, да. Вот, кстати, топ-модель у сплава, 50-литровый же, да, он, по-моему? 50-литровый. 50-литровый. И его прелесть в том, что он очень вместительный, очень объемный, он очень легкий, он весит до килограмма. Ну, мы потом к снаряжению. Сейчас мы, да. В рюкзак кладем 10 килограмм. Это будет средневзвешенная нагрузка примерно на восхождение. И ходим. Палочки, не знаю, смысла нету особого на этом, ну, потому что просто запутаешься в них. Соответственно, ну, из предварительных упражнений для Эльбруса, я считаю, что все-таки лестница самая предпочтительная. Можно бегать, кто-то бегает, кто-то на велике ездит, кто-то это. То есть, должна быть, причем, сейчас много очень всяких фитнес-тренеров модных, которые рассказывают там много все. Ну, то есть, я вам как специалист по физической культуре, который Диссер написал по теории методики физовоспитания, я вам могу сказать, что 90% всего фитнеса – это просто шарлатанство и маркетинг голый. Самый важный фактор, с помощью которого можно отслеживать свою физуху – это пульс. Ходить, и у нас длинные циклические нагрузки у организма, они возможны при пульсе не выше 120-130 ударов. Там тоже все индивидуально, поэтому вилка где-то 120-140 ударов, если мы говорим о нормальных высотах. Потому что на этом пульсе у человека не горит гликоген. У тренированного человека запасы гликогена в организме на 3 часа. То есть, человек без дополнительной подпитки может 3 часа эффективно работать на таком пульсе, с учетом того, что у него такой пульс. Если мы пульс поднимаем выше 150, соответственно, начинает гореть гликоген, и работоспособность снижается. Поэтому для того, чтобы... Я много общался со всякими людьми, которые ультрамарафоны бегают, они говорят, что мы бегаем вообще на 110. То есть, ультрамарафонцы, кто бежит 100 километров, они бегают на 110. То есть, пульс – самая важная история. Я вот купил пульсоксиметр, я много разговаривал с людьми, кто ходит на большую высоту. Они говорят, что... Ну, мне не разделились. Но если есть он, то смотреть на абсолютные величины никакого смысла нет. Надо смотреть на динамику. Надо смотреть на динамику. Ну, вот у меня сейчас группа была в Безинге. Мы ходили там на 4, но ходили много. Там мы по полторы тысячи в день ходили по перепаду. Ну, и ходили неудобно. Безинге он весь очень такой неудобный. И как бы там таких троп прям плавных там нет. То есть, там ты все время лазишь. Вот. И я отслеживал динамику. В принципе, какие-то выводы о состоянии людей можно сделать. Поэтому лишней не будет. Китайские пульсоксиметры стоят там полторы тысячи рублей. То есть, в принципе, прибор нужный, интересный. Можно брать. Ну, сейчас у всех смарт-вотч. Все ходят, все свой пульс смотрят. Поэтому... Это что касается... Про подготовку вроде рассказал. Готовиться надо начинать месяца за два, за три. У меня три года приезжала девочка. Она топ-менеджер большой компании. Она маркетолог. Прям такой маркетолог-маркетолог. Она очень упертая. У нее большие проблемы с высотой были. Первый год она готовилась. Три месяца она не сходила. Она дошла до четырех пятьсот. Мы прошли перила на запад. И она просто рухнула. И, в общем, пришлось ее спускать. Слава богу, своими ногами спускалась. Второй год она готовилась четыре месяца. Она не сходила. Она вообще просто не пошла. Потому что мы сходили на пятьсто. Она говорит, все, я не пойду. Я не могу. Ну, не могу. И третий год она готовилась полгода. Она реально полгода ходила лестниц. Она мне какие-то невероятные присылала количество. Она там дошла до четырехсот лестниц в день. Она ходила три раза в неделю. И по четыреста лестниц она ходила в день. Вот она ходила только лестницы. И на третий год она сходила. Правда, потом я там переписывался. Но у нее прям непереносимость высоты. Она сходила. Ей было плохо. И потом два месяца ей было там хреново. Поэтому в среднее взвешено подготовка занимает. Ну, два-три месяца. Но опять же, если нет никаких хронических заболеваний, если нет лишнего веса, то, в общем-то, там что-то там выпрыгивать из штанов не нужно. Важно, за две недели до Эльбруса надо перестать ушатываться. Потому что, чтобы организм восстановился. В принципе, задача любого гида на восхождении, когда ко мне приезжают люди, я говорю, ребят, я вас прокачать не смогу. Моя задача вас нормально акклиматизировать и при этом не ушатать. Поэтому, ну, группы разные, бюджеты у всех разные. Но обычно я стараюсь, вплоть до того, что мы вниз, я особенно, когда уже высоко ходим на 5-100, мы вниз стараемся ездить на ратраке. Ну, то есть, грубо говоря, там, ратрак кого-то привез, ты просто, говоришь, поехали вниз, там, договорились, там, денег не очень много, и вниз едем на ратраке. Подготовить никого невозможно. То есть, я всем категорически говорю, ребят, мы забыли про диеты, мы не худеем, потому что ты и так похудеешь, потому что высота обезвоживания, все происходит. То есть, как бы мы не худеем, мы едим нормально, даже хорошо едим, и мы не пытаемся ушататься и там показывать. Очень интересно выглядят смешанные группы. Когда в группе есть девочка, особенно которая прет, это пипец, это просто, это катастрофа. Это просто реально катастрофа, потому что очень важно контролировать свое самочувствие и вовремя сказать, что все, мне хреново, давайте-ка мы тормознемся, потому что, ну, мы долго консультировались там с ФАРом, у нас были совместные совещания с ФАРом, это Федерация Альпинизма России, какую формулу гид-клиент все-таки установить на Эльбрусе. И мы пришли к тому, что формула гид-клиент один к трем, то есть на одного гида это три клиента. Это позволяет, в принципе, как бы адекватно работать с людьми, но я, например, даже если у меня идет три клиента наверх, я на восхождении, я беру всегда второго человека, потому что, ну вот у меня как раз с этой девочкой было, было три человека, ей на 5-100 стало плохо, то есть мы разворачиваемся и идем, то есть отчет двое остальных самих отпустить на вершину не вариант, идти всем вниз тоже не вариант, поэтому я, как правило, даже если три человека, я беру второго гида на восхождение. Ну, с бочек, с бочек не ходит никто вообще, но есть три высоты, с которых сейчас ходят коммерческие группы, это 4-500, это низ скал пастуховый, это 4-700, это верх скал пастуховый и 5-100, это так называемый ратрак, там такой, у ратрака гусеница отвалилась и он там 5-6 год вмерзает постепенно в лед, сейчас уже там одна крыша осталась от него, туда приезжаешь на ратраке, да, туда приезжаешь на ратраке, как правило, пока у нас не началось восхождение, то есть, как правило, это демократия, если мы говорим о гидах, которые работают как гиды, где-то на третий день, где-то на третий день становится вообще все понятно, кто как сходит и кто не сходит, почему на третий день, потому что первые два дня ты живешь и ходишь на кислороде в крови, который ты притащил снизу, на третий день начинается история, которая у тебя вот уже есть, собственно, сходишь ты, нет, и в принципе, к третьему дню становится, потому что к третьему дню уже сходили на низ пастухов, уже более-менее становится понятно, что на утро четвертого дня мы уже заезжаем наверх, чтобы жить наверху, и примерно в это время ты просто с гостями разговариваешь, ну, ребят, давайте решать, откуда идти, ну, наиболее массовая история, это все ходят с 4700, это сверху скал пастухов, а там удобная площадка, там разворачивается ратрак, ну, и это получается почти 1000 метров по перепаду, ну, то есть это такое прям, ну, это прям такое нормальное восхождение, восхождение с 5100 при кажущейся простоте у нее есть свои нюансы, как правило, все равно люди недоаклиматизированы, ну, как бы, ну, нереально за люди, которые приехали с нуля, и когда люди приезжают резко на 5100, они пока из ратрака вылазят, у многих случается обсдача, то есть люди говорят, ой, нет, счет, я, наверное, вниз поеду, то есть очень частенько происходит такая история, поэтому от 4700 до 5100 идти, ну, там, полтора, полтора-два часа. Какой есть еще плюс на приезда на 4700? Ну, мы там с местным сообществом, как бы, совещаемся постоянно, ну, есть мнение, что мы перестанем через какое-то время вообще на 5100 ездить, ну, чтобы ходить с 4700. То, что это, в принципе, достаточно опасно, на 5100 не стоит, ездить на снегоходе, на 5100 можно ездить на ратраке, и то не со всеми. То есть медленность, да? Нет, дело не в этом, снегоходы переворачиваются, но там достаточно круто, там после, после 4700, там уже прям, там уже прям реально круто, там градусов 25-27, то есть там реально прям круто, ну, и плюс там, снегоходы вообще негде разворачиваться, поэтому, ну, я считаю, что оптимально ходить, если мы говорим о коммерческом восхождении, там никто не это, себя не считает суперменом, да, это с 4700, 5100, угу, нижняя граница 4500, нижняя граница 4500, низ скал пастуховой, это 4500, верх скал пастуховой, это 4700, и 5100, это ратрак, 5100, это фактически начало косой, косой полки. Немножко расскажу про снаряжение, наверное, да, потом перейдем, собственно, как выглядит, несколько подходов вообще к восхождению, еще раз, мы говорим про коммерческий альпинизм, восхождение с юга, я только про это буду рассказывать, потому что север там вообще свои нюансы, с востока свои нюансы, восток вообще не знает, честно говоря, общался пару раз с уральскими альпинистами, это суровые дядьки, которые там любят, любят себе жизнь засложнить, поэтому хорошее восхождение с запада, вот в этом году просто времени не было, очень хотелось сходить, а постольку, поскольку Эльбрус, это все-таки высотное восхождение, даже летом очень холодно, в прошлом году у меня был всего один клиент, мы ходили с ним на восток, потому что на запад просто очередь стояла, это был, мы ходили 16 августа, было минус 25 наверху, и это был, наверное, первый раз мы на Эльбрусе, когда ветер был там меньше 10 метров в секунду, то есть Эльбрус нас практически погладил, то есть там обычно очень сильно дует, причем самое смешное, что у меня люди ходили, у меня мой корешок ходил с людьми 15, было несколько групп с девчонками, с такими субтильными, они просто разворачивались, потому что девок с косой просто сдувало, просто сдувало, поскольку это все-таки высота, и может быть очень разная, готовиться именно с точки зрения экипировки, вот как раз с точки зрения экипировки, нужно серьезно, слава богу, что индустрия аудорная очень сильно шагнула вперед, и я там всю жизнь в горах, я с детства занимался горным туризмом, и в чем ходили мы там, грубо говоря, там 40 лет назад, и то, что сейчас, это просто небо и земля, начнем, наверное, с самой важной истории, вообще везде, если ты ходишь ногами, это обувь, как говорят в армии, если у солдата целые и сухие ноги, он боец, а если у него ноги мокрые, как бы не целые, он мертвый, на Эльбрус, на само восхождение, мы ходим в двухслойном ботинке, я сейчас дам посмотреть, двухслойный ботинок, это у него есть сапог отдельный, который вытаскивается, это самая популярная модель, самая массовая модель двухслойного ботинка, это для спортива спантик, это самый массовый ботинок, он удобный, он как валенок, короче, он достаточно легкий, есть у него там немножко своих косяков, но с точки зрения ценообразования, это практически самый дешевый ботинок, и самый удобный, я хожу в нем, для того, чтобы понять, в каком ботинке идти на гору, достаточно просто зайти в магазин, в профильный магазин, который продает эти ботинки, и посмотреть индекс высоты на ботинках, есть однослойные ботинки, у того же Ля Спортивы, они рассчитаны до 5000, но не знаю, у меня есть однослойный ботинок, он Непал называется, тоже Ля Спортива, я вот на 5100, у меня начинают ноги, даже летом в нем прихватывать, поэтому не надо испытывать узи, если мы говорим даже про летний Эльбрус, это в любом случае двухслойный ботинок, в любом случае двухслойный ботинок, если замерзли ноги, то ты пошел вниз, причем когда ты почувствовал, что у тебя замерзли ноги, потому что это все равно высота, и у тебя осложнено кровообращение, значит у тебя уже проблемы, а в этот момент у тебя вариант 1, идти вниз, можно теоретически дойти в аварийную хижину, закрыться, раздеться, включить горелку, как-то попытаться отогреться, работает крайне слабо, я вот в прошлом году впервые попробовал сходить в носках с подогревом, ничего не понял, потому что было не холодно, но есть всякие истории, опять же, работают хорошо простые системы, сложные системы работают плохо, носки с подогревом, это сложная система, ты заведешь от аккумуляторов, от батареек, как все это будет, ну, все это все равно делается в Китае, у тебя проводок сломался, у тебя носки не греют, а ты в однослойном ботинке, все, ты пошел вниз, нужно ли покупать? не нужно, на Эльбрусе с юга, в Пятигорске, есть куча контор, которые закупили, из пантики, из карпы, целый ряд фирм, выпускает, эти ботинки, не всем, очень важно, чтобы подходила колодка, ну, как в любой обуви, просто здесь это критично, с карпы делает, хорошую двухслойку, Ля Спортива делает хорошую двухслойку, Мамут делает, да практически все делают хорошую двухслойку, не надо покупать, про катетер, сколи, тоже есть пантики, тоже есть двухслойные ботинки, совершенно не нужно, ортопедическая стелька влезет куда угодно, вопрос в ее необходимости, вторая важная часть нашего снаряжения, это кошки, вот это на самом деле модель кошек, она оптимальная, кошки тоже не надо покупать, их надо брать в прокате, вместе с ботинками, что нельзя, нельзя, чтобы кошки были алюминиевые, есть облегченные модели кошек, они алюминиевые, нельзя, кошки должны быть железные, они должны быть острые, это все элементарно проверяется в прокате, проверять, покупать кошки тоже, покупать кошки тоже не надо, все это берется в прокате, и стоит это очень недорого, сейчас вот мы, ребята поедут со мной, я нашел в Пятигорске контору, на неделю получается 5000 рублей, всего, не в день, а всего, ботинок стоит, спантик стоит там сейчас в районе 70 тысяч, смысла никакого нет, я вам честно скажу, я 7 лет хожу на Эльбрус, это новый ботинок, я его только купил, и то потому, что, короче, ну, нашелся хороший, хороший выход, на за треть цены купить ботинок, до этого я ходил в скитурном ботинке, что касается обуви, мы обсудили, обязательно кошки, и на самом деле, с первого дня, с первого дня, мы начинаем ходить в кошках, потому что хождение в кошках, есть, есть свои нюансы, а, сейчас немножко назад отмотаем, есть две истории, как ходить на Эльбрус с юга, первая история, это 10-дневная, когда люди первые 3 дня ходят по низам, ходят на Чигет, если есть пропуска, или там удалось быстро получить, ездят в соседние ущелья, в Адалсу, в Адарсу, там очень красиво, но, как бы, но, в чем задача, задача, как я говорил, акклиматизироваться, и не ушататься, высотной акклиматизации, до 3,5 тысяч, не происходит у Ашп, то есть, ее нет просто, поэтому, честно говоря, экономя деньги и время своих гостей, я не делаю 10-дневные брусы, мы ходим на 7-й, на 8-й день на гору, и мы с первого же дня, ездим на канатке, на горобаши, на 3,850, и начинаем ходить, сразу, мы сразу идем в ботинках, мы сразу идем в кошку, люди должны научиться ходить в кошках, есть нюансы, надо ставить ноги шире, кошку нельзя ставить бок, там есть очень много историй, кошки, очень критичное снаряжение, ну, как бы, опять же, мы говорим о гидском альпинизме, поэтому, за вас решение будет принимать гид, какие кошки, вот, такая история, она, как бы, во-первых, кошки должны быть автоматически, это кошка автомат, она защелкивается сзади, и это, это единственная история, мягкие кошки нет, ботинок двухслойный, он априори двухрантовый, то есть здесь есть передний рант, здесь есть задний рант, кошки автоматы, кошки железные, на двухслойный ботинок, это все, что касается обуви, мы ходим на гору с палками, есть сейчас куча трекинговых палок, компания сплав, к моему удивлению приятному, сделала прикольные палки, палки очень сильно похожи на палки G3, есть такая компания канадская G3, они делают снаряжение для скитура, палки очень клевые, ну и соответственно, они стоят дешевле в разы, чем G3, вот сейчас их попробую на горе, выложу отчет, но по виду все хорошо, хождение с палками имеет несколько нюансов, значит, есть несколько способов, как ходить с палками, я расскажу все, не буду ни за какой агитировать, расскажу, как хожу я, у меня есть старший товарищ, он практически один из первых гидов, в советское время, в середине 90-х, появились так называемые международные альпинистские лагеря, это было в принципе, еще в Советском Союзе, начало гидской работы, потому что приезжало много иностранцев, и наши заслуженные спортсмены, альпинисты их водили, то он мне показал способ, я так раньше никогда не ходил, у тебя короткая палка, и ты ходишь, когда ты вверх идешь, ты опираешься на нее вот так вот, на самом деле, мне очень понравилось, и очень удобно, я даже на скитуре, я даже так на скитуре стал ходить, то есть у тебя одетый темляк, и ты опираешься вот так на палку, реально очень удобно, мне очень понравилось, когда мы идем вниз, ну как бы все знают, да, соответственно, мы делаем длинную палку, и как бы переносим часть тела, да, 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 часть тела, часть тела мы переносим, часть веса тела мы переносим на палку, ходим всегда с палками, реально, если ты правильно используешь палки, это сильно снимает нагрузку и со спины, и с ног, и помогает, и помогает ходить, ну, палки, соответственно, должны быть трекинговые, то есть они должны быть с изменяемой высотой, с удобными ручками, чтобы можно было так держаться, чтобы можно было так держаться, ну, вот так вот на самом деле правильно, да, чтобы можно было там снять палку здесь как-то, снять темляк здесь как-то поиспользовать, палки, палки должны быть хорошие, как правило, на скитуре, ну, вот у меня в прошлом году мы ходили на мамай на скитуре, у меня был рекорд, У меня люди за три дня сломали три пары палок Люди падали и ломали палки Кончились все ремкомплекты, кончились все запасные палки В конечном итоге мы когда поехали вниз уже скидываться с Мамая Я ехал без палок, потому что крайнюю пару палок я уже отдал одному из гостей Потому что все, палки были все сломаны Поскольку это лед, это лед Мы обязательно всем, кто есть в группе, мы даем ледоробы Классический ледоруб подбирается достаточно элементарно Он должен быть сантиметров 50-60 Никаких не надо изысков Народ начинает с собой брать технические ледоробы, какие-то молотки Все это бред Ледоруб должен быть прямой, легкий Вот такого плана Там тоже куча фирм, но это все подберет гид Ледорубом надо уметь пользоваться У нас, когда мы ходим с ледорубом, у нас ледоруб всегда крепится к обвязке Следующая часть нашего снаряжения это обвязка То есть мы идем на гору в обвязках На обвязках у нас висят всякие разные интересные штуки Типа ледобуров и так далее, и так далее И петлей самостраховок Ледоруб, когда мы им пользуемся, он у нас крепится к силовой петле обвязки На короткой петле То есть для чего это нужно? Если ты чувствуешь себя не уверенно, ты ледоруб воткнул в снеголет и встал на него, как на станцию на самостраховке, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы не было срыва Мы перед восхождением делаем ледовые занятия, показываем, как самозадержание делать с ледорубом Хотя честно скажу, вот честно, я смотрел очень большое количество всяких учебных видео с серьезными срывами Ну, все это... на Эльбрусе просто нету таких мест практически, где можно прям сорваться Ну, как раз на косой полке это прям вот место, где можно реально улететь Но если ты будешь слушаться гида, то, в общем-то, ничего фатального не произойдет Еще люди очень любят друг в друга ледорубы втыкать В прошлом или в позапрошлом году как раз была группа из Чехии, наверное, в позапрошлом году И у них есть такое понятие, как трип-лидер То есть это человек, который не гид, а который всех организовал и всех привез И они... он там строил из себя бывалого гида, короче И в группе была девочка, которая стала плохо А там в тот момент было две очереди перил Там ты поднимаешься наверх, и потом тебе нужно траверсом идти достаточно длинный путь Там метров, наверное, 300 ты идешь И у тебя справа там, ну, 45 градусов, такой склон очень жесткий То есть улететь туда очень можно И они посреди этого склона зачем-то сели отдыхать Причем не встав ни на какие самостраховки, ничего То есть они из одних перил выщелкнулись, а в другие не вщелкнулись Ну, что уж там между ними произошло, непонятно В результате, короче, они кубарем в обнимку слетели вниз И девушка, кувыркаясь, воткнула в ногу своему трип-лидеру лидоруб Прямо... ну, они донизу, ну, они на седло слетели Ну, метров 200 по перепаду они курием пролетели И она... прям я видел мне местные спасатели Показывали фотки, как прям лидоруб торчит у него в ноге Короче, они его там скотчем примотали, армированным В общем, опять же, что касается покупки снаряжения Надо ли покупать? Нет, покупать не надо Это все берется в прокате Потому что впоследствии, если вы захотите ходить Надо попробовать разное снаряжение Обвязки очень разные И, в принципе, для того, чтобы понять, что надо тебе Что тебе подходит, надо во всем этом походить И по... пообмяться А... сейчас коснусь важного очень вопроса Терморегуляция организма Человек может, как я уже говорил, долгое время эффективно работать Если у него в организме сохраняются запасы гликогена Среднеизвешенный тренированный человек При условии того, что у него нормальный пульс И нормальная терморегуляция Может три часа эффективно работать Очень серьезным фактором, который играет на снижение работоспособности во времени Это перегрев Как только мы перегреваемся, у нас сразу же сгорает гликоген Потом у нас сгорает белок Потом все Поэтому очень важно, как мы одеты Я всю жизнь в горах И каждый раз в начале сезона, когда ты приезжаешь в новый район Реально самая большая проблема – это как одеться Потому что оденешься слишком холодно – замерзнешь Оденешься слишком тепло – будет жарко Поэтому это реально серьезная проблема – как одеться Но последние несколько десятков лет появилась теория многослойной одежды Что такое теория многослойной одежды? Мы одеты в несколько слоев одежды Каждый слой достаточно легкий Но комбинируя эти слои, ты можешь подобрать прямо в моменте Взять это все с собой практически на любой температурный режим одежду Ты не замерзнешь и ты не вспотеешь Начнем с самого низа Термобелье Термобелье должно быть достаточно тонкое Оно должно быть в обтяжку Для того, чтобы не было никаких складок и всего остального Много там всяких брендов типа X-Bionic Которые стоят адские бабки Это как раз та часть снаряжения Которое нужно свое с самого первого дня И поэтому покупать... Ну, я как бы не знаю X-Bionic там стоит какие-то треугольные деньги абсолютно Меня он реально бесит Потому что он сделан, как это называется, компрессионным Я не могу в нем ходить Сплав делает оптимальное, хорошее термобелье Которое стоит на любой вкус На любой вкус есть такие термухи Сякие, хэбэшные С мериносом, да С синтетикой Какие хочешь есть Я еще два года Мне вот выдали тогда два года Серенькая термуха с мериносом Вообще бомба Самое главное, она не воняет вообще То есть хорошая терморегуляция И, ну, как бы... Потому что скитуром пахнуть начинает через полдня уже, на самом деле, от всех Очень индивидуально Я хожу в мериносе Мне очень нравится меринос У меня есть два комплекта Один мне сплав дал, другой я сам покупал Был какой-то выброс на зоне термухи Этой натовской, натовской армии Я купил натовскую термуху Она столько, смешные деньги Там полторы или две тысячи рублей Стоили, стоили штаны с майкой Тоже, тоже меринос, тоже шерсть Очень хорошо работает Термуха должна быть тонкая Мы говорим об деятельности Очень высокой активности Очень высокой интенсивности Второй слой Второй слой это флиска Ну, флиска, она и в Африке флиска Они вот разные есть по качеству Флиска должна быть тоже достаточно плотно сидящая Блин, я не притащил свою флиску, которую мне сегодня дали Сплав сделал офигенную Это не реклама сплава Реально, в чем, короче, проблема флиски Потому что, когда у тебя идет интенсивная деятельность Особенно, если, например, это весенний скитур Тебе жарко идти в мембране Но, если дует ветер То, как бы, ты во флиске не можешь идти Потому что во флиске тебе холодно Потому что тебя продувает А во флиске и в мембране жарко А в одной мембране холодно Потому что мембрана не греет И это такой очень тонкий момент Я долго мучился Есть шикарный винстоппер с флисом у Патагонии Он стоит треугольные бабки Сплав сделал офигенную флиску винстоппер Да, да, да Я все-таки не желтую взял, а красненькую Да, да, да Вот такого цвета, да, морковного Офигенная тема Когда у тебя флиска с винстоппером Вот, соответственно, второй слой у нас винстоппер Дальше из основных слоев идет мембрана Да, соответственно Где у нас мембрана Вот у нас мембрана Внимание, это важная история Мембрана Это шкура Если куртка с какой-то подкладкой Это залет Не должно быть вообще ничего То есть мембрана, она и в Африке мембрана Клеенка Да, клеенка, да Но она не совсем клеенка Но она Речь о том, что она тонкая Как только у нас появляются какие-то подкладки Это ничего не работает Причем Очень важная история Когда мы набираем себе многослойную историю Если у нас в этом слое Проскакивает хбшная майка где-то Свитер Все это разваливается И ни хрена не работает Одежда должна быть технологичная И предусмотренная Вот исходя из теории многослойной одежды Но если это синтетика И если она как термуха Она, да, она будет работать Но надо просто смотреть Что это за майка Какие еще дополнительные слои Какие еще дополнительные слои Понятно, что если мы идем Если мы идем на Эльбрус Термухи Флизки и мембраны Недостаточно На восхождение Мы пойдем еще в чем-то теплом Ну, прималофта Это прималофт Это дополнительная поддевка Этого недостаточно Как правило, это либо средний Если нормальные благоприятные погодные условия Либо По-всякому можно Можно, когда холодно Расскажу Особенности Одевания пуховки Под мембрану Когда ты одеваешь пуховку Под мембрану Точка росы у тебя внутри То есть у тебя будет У тебя будет Сухая термуха Сухая флизка Абсолютно мокрый пуховик И сухая мембрана У тебя точка росы Перемещается вовнутрь Если ты пуховку одеваешь сверху У тебя точка росы будет снаружи мембраны Поэтому есть нюансы Очень сильно зависит от того Какая температура Альпинизм Особенно высотный Это очень 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 Медленная история То есть там Ну Шаг на три вдоха Очень интересно Видеть группы на Эльбрусе Которые там В лоб просто там Фигачат там С какими-то невероятными скоростями Нет Мы ходим медленно Мы ходим Мы ходим в одном темпе И мы не ходим в лоб Потому что банально травмируются лодыжки Если ты идешь вверх Много разных пуховиков Мне сплав Два сезона назад дал Есть офигенский пуховик Вот этот темно-серый Вот надо было его привести Что с пуховиком Что критично в пуховике Во-первых Он должен быть Ну Теплый Это понятно Да И он должен быть длинный То есть пуховик должен Закрывать ягодицы полностью У него должен быть Хороший Удобный капюшон Который можно одеть Потому что Даже если мы идем И нам тепло Мы на остановках А режим обычно Это Час идем Десять минут Там Сидим Пьем чай Час идем Десять минут Сидим Пьем чай На остановках Мы в любом случае Достаем Экстра шмотку И одеваем ее Просто для того Чтобы не остыть Потому что Высотный бронхит Он просто вот Моментально Ты чуть Чуть тебя продуло И ты тут же Моментально Простыл А ты простыл Все Ты поехал вниз У меня сейчас Товарищ Приехал Из Иркутска Приехал на Север Эльбруса Сходить на восхождение А реальный конь Он там КМС по альпинизму Местный Он там все Облазил На третий день Воспаление легких И в Пятигорску Везли Синий рожи В прокате В прокате Как правило Есть в основном Пуховики Так называемые Гималай парки Это огромные Пуховики Как раз большие Они там на минус Там 40 В ту погоду В ту погоду Понадобится Такой пуховик Нормальный хозяин Собаку из дома Не выпустит Не надо ходить Такую погоду Поэтому В принципе Там Ну вот При условии Соблюдения Всех слоев Ну Просто Гималай парка Опять же Да Мы все равно Все время Вращаемся Вокруг Каких-то денег Ямалай парка Ну я не знаю От Нордфейса Или там От чего еще подороже От Артерикса Стоит там Треугольные деньги Абсолютно Сплавовский пуховик Который стоит 12,5 Он по-моему стоит Да У него хороший 800 пух Он длинный Он конечно Не вот такой Как прям Вот такой Но Его просто За глаза Он как раз Он как раз На минус 20 Я как человек Который очень долго Прожил на севере Я вам могу сказать Что При температурах Минус Ниже минус 30 Пух Это утопия Ну не ходит На севере Никто в пухе Ну даже сейчас Хотя сейчас Хорошие там Это и 5 И 10 То есть мы были В Шерегеше В позапрошлом Декабре Был такой дубак Там под 40 Было То есть реально Тебе 100 метров Пройти из одной гостиницы В другую Ты в двух пуховиках Ты приходишь У тебя все Короче То есть Поэтому там Увлекаться Сильно пухом То есть пух Он хорош Когда ты в динамике Находишься Когда ты идешь куда-то Понятно что ты не будешь В шубе ходить В меховой Наверх Штаны Все то же самое Все то же самое Мембрана Тоже должна быть Мембрана Я 3 года Хожу в сплаве Вот сделали Вот эту коллекцию Экспериментально Мембрана Какая-то Какая-то там Своя мембрана Мембрана 20 на 40 Для 40 это внутрь 20 это наружу То есть в принципе Гортексы начинаются От 20 на 20 То есть с точки зрения И причем Это честные 20 на 40 Ну я Ходил Прям в ливне В этой куртке И у нее Что мне нравится У нее нормальная Терморегуляция То есть в принципе В принципе Можно брать Любую мембрану Мембрана Должна быть По кондициям Минимум 20 на 20 Все что ниже Все что ниже Оно прям А? 20 тысяч Миллиметров Водного столба Наружу И 20 тысяч Миллиметров Водного столба Вовнутрь То есть соответственно Отток влаги То есть Отток Пота Да И Как бы Приток влаги Влаги снаружи Мембраны С меньшими показателями Брать не нужно Они не работают Штаны убиваются быстрее Особенно если ты ходишь Ски-тур Или восхождение Куртка Ну вот такая куртка У меня Я в ней Ну я провожу в горах Там где-то порядка 80 дней Зимой Ну и там Дней 30 летом Короче То есть у меня Вот эта куртка Два сезона Пока Пока работает Пока работает Восхождение С юга Коммерческое Не предполагает Житья в палатах Вообще Там есть приюты Высокогорные В которых можно жить Но все равно В них В них нужно жить В спальниках Ну там бочки Там сейчас Там сейчас На любой На любой высоте Начиная Начиная от 3.700 И заканчивая 4.200 4.120 Самый верхний приют У МЧСовцев Можно жить Это все равно Какие-то нары Это все равно Спальники Как Ну типа да Такой высокогорный Хостел Как правило Нужен спальник Ну потому что Там В общаковом Спальнике спать Ну как-то Ну фу В Европе Где Огромная Разветвленная Сеть Горных хижин Там они Дают спальники И они Дают тебе Одноразовый вкладыш Ну тоже Такая история Короче Опять же Возвращаясь К сплаву Широченный Выбор спальников Начиная От каких-то Ультралайт Там от Плюс 5 Плюс 7 Комфорт То есть Когда выбираете Спальник Надо смотреть Если мы говорим О температурном режиме На температуру Комфорта Температура Экстрим Это не про отдых Это не про Спанье Это просто Про выживание То есть Когда у тебя Написано Спальники Минус Минус там 3 экстрим Это значит Что в минус 3 Ты будешь Практически Замерзая Думать Блядь Как даже ночь Кончится Короче Да Как же Как же Вот мне дожить До утра Поэтому мы Когда выбираем Спальник Мы смотрим На температуру Комфорт И То есть Не буду тратить Ваше свое время Спальники Разные Хорошие Опять же Голосуем Голосуем Рублем Есть теория Скажем так Что Спальники Можно покупать Ну вот Я все хочу Попробовать Все Никак Не могу Добраться Когда ты На Покупаешь себе Один прям Ультра лайт Спальник Побольше А другой покупаешь Ну там Минус 5 Комфорт Например И ты можешь Прям в зиму Один спальник В другой Ставить И ходить Внешний спальник У тебя На синтетике На прямоловке Точка Расси Между Между двумя Спальниками Получается И пуховый спальник В чем проблема С пуховыми спальниками Они намокают Если ты спишь Если ты спишь В палатке Если ты спишь В пещере А зимой Я вот прям Противник палаток Потому что Палатку сдувает Палатка Разрушается Палатка В любой момент Ее может Там Сломать Снегом Если ты Обладаешь Достаточными Навыками А зимой Не надо ходить Без достаточных Навыков Пещера роется За три часа Шикарно Плюсовая температура Офигенно Просто надо Следить за тем Чтобы было Меньше угарного Ну как бы Минимум угарного газа Да Не углекислого А угарного Если мы идем Ну Плюсовая температура Сейчас в принципе Все приюты В которых стоит жить Они все С центральным электричеством Слава богу Благодаря тому Что построили Француженку Дотянули нормальную силу До верха И все приюты Которые расположены В эпсилонокрестности Горобаши Именно вот Верхней Верхней станции У них у всех Электричество То есть в принципе Достаточно Легкого спальника На плюс два На плюс пять Снаружи должен быть Синтетический спальник Ультралайт Более теплый Более теплый Внутри Более теплый Внутри Не имеет смысла Брать два Синтетических спальника То есть один Должен быть Но Не бывает Я не верю В синтетику С комфортом Минус пять Но это Все натиралово Не работает Это все То есть спальник должен быть пуховый Теплый спальник должен быть пуховый У меня спальник есть Я как-то поехал С суровыми советскими альпинистами В Прильбрусе И мы сурово жили На зеленой гостинице Там В марте месяце И у меня был спальник Я Когда ложился спать Я одевал на себя все Даже фонарик Потому что было очень холодно Я приехал И поехал По магазинам И купил самый теплый На тот момент Спальник в Москве Я купил себе Салеву Минус тридцать комфорт Вот этот минус тридцать комфорт На гортексе Он пуховый Вот он весит два килограмма Два килограмма Это огромный спальник То есть У меня Есть Сплавовские спальники То что мне сплав дает на тест У меня есть собственный Блю Козу Это Nordface Он на минус семь комфорт Вот Блю Козу Минус семь комфорт Пуховый Он весит Кило двести Все что касается спальников Ну, тут все достаточно прозаично. Что касается рюкзака, мы в любом случае на восхождение идем с неким количеством снаряжения, еда, питье. То есть, когда мы идем на восхождение, я рекомендую своим гостям минимум 2 литра воды, ну, жидкости. Потому что воду на высоту, и то, и другое. Ну, по погоде, во-первых, на акклиматизацию, поскольку все-таки это лето, как правило, берем чай на всякий случай, но он, как правило, не уходит. Я много экспериментировал с изотониками, а потом у меня мой там близкий товарищ приехал с Анапурной. Я говорю, ну, Серега, расскажи, на чем ходят суровые высотники. Какой изотониками дурак, что ли? Кока-кола. Кока-кола самый концентрированный, самый концентрированный быстрый сахар. Все высотные восхождения ходятся на Кока-коле. У Кока-колы один косяк, она замерзает неожиданно. То есть ты идешь, идешь, тебе раз остановился попить, а там уже не жидкость, там уже лед. Поэтому на Кока-коле, ну, можно там по-разному, да. То есть я, в принципе, когда мы идем на гору, я, как правило, стараюсь взять побольше чая. Потому что все-таки на высоте, ну, на седле у меня несколько раз было, когда у людей пропадал глотательный рефлекс. Ну, то есть ты это, не умеешь глотать. А холодно, все-таки на восхождение лучше брать чай. Кока-кола, быстрый сахар, у тебя, ну, реально, ты прям чувствуешь, как у тебя батарейки зарядились. Кока-кола очень хорошо. Все очень по-разному. Что с собой брать из еды, да, частенько, вот, народ. Ну, тут очень индивидуально. На штурме нервяк, адреналин, как правило, есть не хочется, быстрые углеводы. Какие-то печенья там, какие-то, ну, очень индивидуально. Народ там, как бы, в свое время открыли желатиновые червяки, кислые желатиновые червяки. Чума просто. То есть народ долгое время только на них ходил. Если это зимний, весенний, ранний скитур, мы ходим с салом. Несколько, несколько бутербродов с черным хлебом, салом. Критично иметь с собой контейнер. Покупаешь дешевый пластиковый бокс, потому что, как правило, в рюкзаке еда, если она лежит просто в пакете, она превращается в щит очень быстро. Поэтому пластиковый контейнер, сало, суджук какая-то, жесткая колбаса, народ на кони не ходит. Ну, все извращаются как это. Но какие-то батончики, ну, очень индивидуально. Мюсли, как правило, да, но их хватает очень ненадолго, потому что все пролетает. В любом случае, какие-то наиболее вообще рекомендованы быстрые какие-то углеводы. Ну, то есть, опять же, какие-то печенья, какой-то этот. Мы ходим с колбасой. То есть, я очень люблю ходить с колбасой, причем такой эффект здесь и сейчас. Ты там набрал внизу колбасы на Азау, там все, жрали ее всю дорогу, такой, думаешь, клевая колбаса, возьму домой. Домой приезжаешь, отрезал, но жрать невозможно. Думаешь, блин, как вообще? Почему тебе она казалась вкусной там? Поэтому из питья Кока-Кола с чаем очень индивидуальная история. Я долго, короче, сочинял, какой же должен быть чай. Я на литровый термос кладу один пакетик черного, один пакетик зеленого, лимон и мед. Можно добавлять имбирь. Имбирь очень хороший иммуномодулятор. У меня организм не дружит с имбирем, поэтому я имбирь не кладу. В принципе, имбирь достаточно мощный иммуномодулятор, потому что высота очень сильно подсаживает иммунитет. И в первый же день поймать легкий насморк, который не даст тебе сходить. То есть у меня пару лет было, что я приезжал, я сам заболевал, ну, я прям с соплями ходил с людьми. Ну, я немножко другая история. Рюкзак. В чем прелесть вот этого конкретного рюкзака? Он легкий. 50-литровый рюкзак, который весит меньше килограмма, это достаточно уникальная история. 50-литровый рюкзак, строго говоря, он, ну, он там набит немножко, там всякой этой. У него есть жесткая спинка. Это так называемый легкоходный рюкзак. Ну, реально, рюкзак 50-литровый, который весит меньше килограмма, это реально очень круто. Из того, что я видел, а я там, ну, там есть тот же Дойтер, да. У Дойтера очень большой косяк, они тяжелые. У них 30-литровые рюкзаки весят больше двух килограмм. Ну, это вообще просто провал. Это просто провал. Я, на самом деле, давно перестал кататься. Последний лыжный рюкзак, который у меня был, это Пипс делал, короче, рюкзаки вот эти вот прикольные. Я долгое время с ним катался, но в него ничего не влазит. Он 20-литровый, то ли 27-литровый, в него ничего не влазит. А когда, ну, у меня рюкзак на восхождении весит, там, по 20 килограмм, потому что я несу с собой веревку, там, кучу железа какого-то, там, я несу с собой тарп, чтобы акью, если что делать. Я несу с собой тент, я несу с собой лопату, я несу с собой горелку, то есть у меня большое количество всего. Поэтому для меня как раз, как гидский рюкзак, для меня этот рюкзак очень актуален. Что важно в рюкзаке? Рюкзак, у рюкзака должна быть хорошая спина. Здесь со спиной все в порядке. Они все различаются по размерам. То есть, ну, надо приглашать консультанта, он подберет рюкзак. Все знают, да, что рюкзак носится на бедрах. То есть мы одеваем рюкзак на бедра, а потом подтягиваем лямки так, чтобы у нас весь вес тела был на этом. Ну, соответственно, консультант в магазине помогает рюкзак. Рюкзак рекомендую покупать. То есть вот он у нас должен вот здесь вот находиться. Весь мы подтягиваем поясной ремень. То есть у нас самый силовой ремень на рюкзаке – это поясной ремень. Мы его подтянули, все, у нас рюкзак висит на бедрах. Если у нас подобран рюкзак правильно по размеру и правильно подобраны лямки, все, мы вес тела рюкзака не чувствуем на себе. Все, рюкзак. Что мне нравится, ну, на мой взгляд, что критично и что нужно, чтобы было в рюкзаке – внешние карманы. Блин, Кока-Кола, лежащая в внешнем кармане рюкзака – это просто прекрасно, да? Какие-то карманы на клапане, в которых там лежат какие-то вещи, которые могут понадобиться быстро. Я перестал носить нож, ну, мультитул в кармане рюкзака. У меня мультитул лежит либо в кармане рюкзака, если есть карман на ремне, либо вообще висит на ремне. Железо далеко на обвязке. Прикольно, когда оно висит на рюкзаке, когда тебе быстро нужно железо, а ты там не шаришься по обвязке, оно у тебя висит на рюкзаке, ты его, как бы, быстро достал. Ну, соответственно, рюкзак, ну, на мой взгляд, все-таки нужно, чтобы он был универсальный, то есть крепление под лыжи. Соответственно, крепление под лыжи есть. Ну, и опять же, мы возвращаемся к весу, к весу рюкзака, рюкзак должен быть легкий. Что мы, что мы несем в рюкзаке, когда мы ходим на клемуху? У нас в любом случае, ну, если нам в среднем по больнице повезло с погодой, это все равно солнышко, мы ходим в термухе, и на термуху мы одели какие-то шорты, либо вот в таких легких штанах, да, мы ходим. У нас с собой обязательно лежит теплый пуховик, у нас с собой обязательно лежит мембрана, у нас с собой обязательно лежит какой-то перекус, у нас с собой обязательно лежит там термос, термос с чаем на всякий случай, и это, ну, там, фонарик, какая-то навигация, это история прям обязательная. То есть мы не выходим в горах без фонарика из базы Фонарик должен быть с собой всегда Это где-то порядка, ну, там, в зависимости от добросовестности человека То есть люди любят носить там 300-граммовый термос, это бред То есть термос должен быть от 700 до литра Причем термос должен быть хороший Как проверяется, хороший термос или плохой? Мы наливаем в него горячую воду, если термос горячий, термос говно Если термос холодный, термос хороший Поэтому оптимально для восхождения с юга нужен 30-литровый рюкзак Больше не нужно Покупать, если есть какие-то, опять же, фрирайдовые рюкзаки не нужно Его более чем достаточно Ну, у него минус, что он тяжеловат немножко все-таки Если прям с нуля, я последнее время всем рекомендую брать 50-литровые рюкзаки Потому что сейчас появилась куча моделей 50-литровых рюкзаков Офигенных, легкоходных, которые весят в районе килограмма Его, ну, вот, из такого, что я прям ходил У меня есть 45-литровый Вот такой же легкоходный рюкзак, 45-литровый есть Я с ним ходил, трехдневный зимний скитурный поход Ну, без хижин Причем это были ледники Это было 60 метров веревки Это было железо Это были продукты на три дня Соответственно, спальник, коврик Как бы, ну, мы жили в пещерах А, и тент Мы жили в пещерах, короче То есть, в принципе, при современном развитии Как бы, отдорной еды Раскладка на день Ну, это 450-500 грамм Причем ты получишь тот колораж, который нужен Сейчас последние буквально три года появилась Просто какая-то невероятная куча еды Еще три года назад, кроме гала-гала Не было вообще никаких сублиматов Вот три года назад я начал аккуратно ходить на сублиматах Ну, потому что, если ты ходишь на сублиматах У тебя реально раскладка по весу на день Она уменьшается у тебя просто экспотенциально Она в разы уменьшается Ну, то есть Не, вот это Вот сейчас Это вот навес, да? Не знаю То есть, это не прохождение Это вот ты на машине куда-то приехал Или ты живешь на бочках, короче, да Для автономки только сублиматы Сейчас стали делать Но это, на самом деле, конечно, не наши придумали Придумали пиндосы Потому что они впереди планеты всей, как всегда Все пакеты, в которых сейчас все сублиматы современные В них прям можно То есть ты в него заливаешь В него завариваешь И тенденция Тенденция такая, что все идет именно в эту сторону И тут же развернулась в эту сторону индустрия горелок То есть все современные навороченные горелки А в чем, как бы, навороченность горелки? Она первая Должна как можно меньше расходовать газа Потому что тот же реактор у МСР Это самая крутая горелка сейчас Которая последние 2-3 года Прям вот все первенства Там что-то какие-то невероятные они цифры пишут Типа 20 грамм в час При этом она там чуть ли не полутора киловаттная горелка Но в связи с тем, что индустрия сублиматов сильно скакнула Сейчас практически не делают горелки для варенья То есть все горелки только для того, чтобы скипятить воду Я 3 года назад перестал ходить с джетбойлом Джетбойл здоровый, он много весит Как бы он это У меня МСРовская горелка Реактор У нее один косяк Она жрет газа реально дофига То есть я ношу с собой лампу Примусовскую Я ношу с собой МСРовскую горелку Покет-ракет она весит 150 грамм Я ношу с собой 0,4 кружку Ходил с титаном Как бы титан что-то начал это Ну, очень важная история Что ты греешь Если ты греешь снег То с титаном могут быть проблемы Если ты греешь воду Проблем с титаном нету Потому что в тот момент Когда у тебя кружка по факту без воды А в ней начинает топиться снег Косяк То есть я купил самую дешевую в декатлоне Из нержавейки 0,4 кружку И у меня есть термокружка тоже 0,4 В которой то, что ты не можешь заварить в пакете Ты заваришь в этой кружке То есть удобный комплект на этом кончился Сплав, кстати, делает офигенскую, короче Титановую посуду У меня есть товарищ У него сынок в найке работает И последние 10 лет в Америке живет Он реально, когда сюда приезжает Он просто выносит Выносит сплав Всю титановую посуду Потому что посуда реально хорошая Очки Не менее критичная часть снаряжения, чем ботинки Мы на восхождение идем в горнолыжных масках Вообще вот просто без вариантов На акклиматизацию На акклиматизацию мы ходим в горных очках В которых вообще не Потому что зайчики со снега ловятся очень легко Фактор 4 минимум То есть в первые же полчаса просто уничтожите глаза Фактор у очков должен быть 4 Тут не надо экономить Очки должны быть с шорами, со шторками Чтобы нигде не проникал вообще без вариантов То есть очки надо мерить, надо смотреть Есть много всяких разных фирм Начиная от, не знаю, боли и заканчивая окли Которые делают хорошие горные очки Я бы не стал Вот очки это как раз та часть снаряжения Которые я бы купил Мы все равно все пользуемся солнцезащитными очками Но просто один раз потратиться И купить себе хорошие очки Не надо увлекаться То есть не надо покупать адски дорогие очки Очки это, к сожалению, расходный материал Я вот с масками Я постепенно пришел к тому, что маски надо вот Как бы Сезон откатался и забыл Потому что там, я не знаю Последние 20 лет я катаюсь в Окле Афрейме У них очень-очень хорошая маска есть Форма маски Афрейм называется Я очень люблю А, маска не должна быть темной Внимание, это важно Маска не должна быть темной категорически То есть все То есть нет, не зеркальная маска не должна быть темной Ну не должна быть маска темной Она должна быть светлой Она должна быть светлой В идеале Да, линза должна быть светлая В идеале надо покупать антифок Самый универсальный фильтр это антифок Есть у того же сплава, шикарный кстати, есть оранжевый антифок Антифок, как правило, это самые дорогие фильтры Они стоят там Окле, там вообще сейчас треугольные деньги стоят И у меня там Я купил себе очередной Афрейм За 18 тысяч рублей И просто Приехал вниз Снимаешь, как правило, очки Перед тем, как садиться в канатку Очки на шлем Берешь лыжи Я просто кантом себе Блин, новые очки, которые просто Я даже не заметил Просто стружку кантом снял, короче, лыжи Очки одеваю, ехать вниз, смотрю, какая-то полоса через все это Думаю, ёперный балет Ну то есть очки расходный материал На солнцезащитных очках Надо Это снаряжение, которое надо купить Я долгое время ходил в Альпине Потом у меня Ну вот окле я, кстати, горные очки не пробовал Я не верю, что как бы это То есть критично Фактор 4 Глаза сжигаются моментально Солнцезащитный крем Фактор минимум 50 В идеале это должен быть Крем на вазелине Который не смачивается водой Не смывается потом Потому что, ну, все равно очень потненько Сейчас появились Стики всякие Тоже на вазелине Но только они такие пожестче Крем прям критично Рожа сгорает просто моментально Я, как правило, одеваю Ну, либо Либо два бафа Либо баф и кепку То есть ты закрываешь полностью затылок Короче, закрываешь уши Да, здесь кепка, козырек закрывает Сейчас в мае был экзамен Я ходил в Панаме Панама тоже хорошая тема Но тоже комбинируешь с бафом Чтобы это Перчатки тоже одеваются Просто для того, чтобы не это Не сжечь руки Потому что руки тоже сгорают очень сильно На восхождении На восхождении безусловно баф У меня в списке снаряжения баф есть Закрываешь полностью Ну, обморожение не будет Не такой сильный Ну, не это Опять же, мы говорим про восхождение с гидом Гид мониторит своих гостей На предмет как раз обморожения Ну, естественно, на восхождении Ночью ты одеваешь баф вот так вот И заправляешь концы бафа под очки И так идешь Ну, соответственно, здесь капюшоны Капюшоны все дела Поэтому Поэтому вот так вот Как выглядит, в принципе, восхождение с юга Мы приехали, как правило Ну, там Вот сейчас у меня поедет Мы поедем 2-го числа Мы прилетаем Что-то нам рейс перенесли Мы прилетаем в 9 вечера в Минводы Соответственно, 3 часа до поля на Азау Ну, там приехали, все На следующее утро подъем в 8 утра Завтрак и наверх То есть Задача Как можно Выше Каждый день заходить В среднем В среднем Получается Активного хода Это где-то часа 4 Если, ну, такая Группа Ну, средняя Средняя статистическая группа Это 4 часа ты идешь Ну, а реально Ты получается Ты где-то час едешь на подъемнике То есть Ты в 9 сел на подъемник В 10 ты наверху Приехали наверх Там Пописали Пофотографировали Садели кошки То есть Там в 11 В 11 вышли 12 час 2 Мы идем В полчетвертого Выключается подъемник Короче Вот Час на спуск Ты там полчетвертого Спускаешься Садишься в подъемник Едет вниз Как правило За 3-4 часа Группа проходит Ну, там От 600 метров До 1000 метров По перепаду Первый, второй, третий день Они похожи Абсолютно друг на друга В четвертый день Ты заезжаешь На Высокогорный приют И у тебя уже Нету Вот этого Ограничения По подъемнику То есть Ты с утра встал Сделал заброску На Высокогорный приют Как правило Ну, все очень по-разному Я считаю Что Экономить на жилье Наверху Вообще нельзя То есть В идеале Нужно жить с питанием Нужно жить в хорошей Теплой Дорогой Бочке Потому что Ну Как бы Это Это Ну В пятизвездочной бочке Да Это твои шансы Сходить на гору Потому что Если ты плохо спишь Если Там Есть бочки Которые Стоят криво В трех пускостях То есть Бочку там Притащили На полозьях Короче Она там Ледник подтаял Она там Наклонилась Вот так И ты когда Ты вот так Живешь Короче А еще высота То есть У людей Там крыша Крыша начинает ехать То есть У тебя должен быть Тепло Светло У тебя должно быть Нормальное питание Там и так Жрать не хочется Но Как бы При этом Питание у тебя Должно быть Нормальное У тебя в любой момент Должен быть горячий чай И ты не должен Там каждый раз Когда тебе нужно Выйти по делам Совершать какие-то Совершать какие-то Невероятные истории На четвертый день Переехали На бочки Заехали И в обед В обед опять пошли наверх Сходили наверх В этот же день Как правило В зависимости от погоды Я стараюсь провести Ледовые занятия То есть Мы там Со вторым гидом Или С двумя гидами Делаем В зависимости от Размера группы Мы делаем перила Потому что С собой всегда Есть веревка Ледобуры Мы навешиваем перила Люди одевают обвязки То что в кошках Они уже ходят Там все это время И показываем Как ходить по перилам Как перецепляться Как В это же время Проводим занятия Самоудержание На На ледоробах Это как правило Там 2-3 часа занимает И Чуть выше Лепруса Есть там такой Сбросик От приюта 11 Мы как правило На этих В этих местах Все время делаем Ну там просто Достаточно Крутой склон Который кончается Мульдой такой То есть даже Если ты не задержался Ты просто В него выкатился Без последствий Вот Соответственно Пятый Пятый Шестой день Это Те же хождение Там повыше Там повыше 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 Как правило День перед выходом День перед выходом Это всегда отдых То есть грубо говоря Мы по погоде смотрим Что завтра Есть вариант сходить Есть шансы сходить В этот день Как правило Мы ничего не делаем То есть мы тусуемся Максимум что можно сделать Это можно взять мопед Ну или ратрак И всей толпой Съездить повыше То есть приехать Не ходя Приехать там на 5100 Например на 5100 Посидеть там час-полтора Попить чаю И спуститься вниз Опять же на ратраке Как правило Это дает Это дает Хороший эффект Если в Основной день восхождения Как правило На восхождение Отводится два дня Один день основной Это грубо говоря Седьмой день Да вот мы сейчас Второго мы уезжаем Третий у нас первый день Девятого у нас Основной день восхождения Как правило Я стараюсь Минимум еще один день Взять резервный Потому что Можно не сходить В основной день По погоде Если в основной день Нету Нету погоды Мы с утра Видим что дождь Я как правило С утра Второй день Наверху сидеть Не надо Я как правило С утра Всю группу спускаю вниз Мы как правило Там есть В гостинице номер Один оставленный Где вещи лежат Мы там идем Шляемся по поляне Ездим на нарзаны Там какой-то ресторан Там то-се Пято-десято Кому-то помыться Кому-то то-се Дает как правило Очень хороший эффект То что ты С четырех тысяч Спустился на две Ты хапнул там Кислорода Поднялся наверх Переночевал И в ночь В два часа Ты выходишь на гору Летний восхождение Это как правило Выход С двух До трех Вот в это время Вот в это время Выходит Весенние восхождения Если это майские Как правило Выходим в пять На Эльбрусе Есть Очень такое правило Которое Прям написано Жизнями Если ты в пять часов Не вышел С пастухов Утра Ты в этот день На гору Не идешь Это общее правило Из которого Есть исключения Которые Всего лишь Подтверждают Это правило На гору Не надо ходить В обед Не надо ходить После обеда Потому что Существует Куча историй Мы опять же Сейчас говорим О коммерческом Альпинизме С людьми Которые Сами в горы Не ходят Что еще Гора большая Гора серьезная Один из таких Факторов опасности Это Очень быстро Меняющаяся погода Ветры там дуют Вообще Просто Ужас Часто Достаточно Садится Облачность Облачность Настолько Плотная Что Реально Ты не понимаешь Где вверх Где вниз Я Даже на Аклиматизацию Хожу Всегда С двумя Приборами То есть У меня Всегда есть Два прибора На которые Я пишу Трек Потому что И естественно С собой всегда Есть Пауэрбэнк Потому что По треку По треку Треку Чего Придуманы Связки На Ледниках То есть В связках Ходят По закрытому Леднику Когда ты Знаешь Что на Леднике Есть трещины Но где Они Ты их Не Видишь Связка Ходят По открытому Леднику На которых Есть Трещины Чтобы Если Кто-то Куда-то Подскользнулся То Что это Мы Когда Идем На Классику С юга Мы знаем Что мы На леднике И мы знаем Что конкретно На тропе На южной Нет трещин Вообще Это с точки Зрения Упадания В трещину С точки Зрения Безопасности В связках Ходят По Каким-то Сложным Скальным Историям Когда Тебе Постоянно Нужно Человека Страховать Там Не нужно Постоянно Человека Страховать Более того Чтобы ходить В связке В ней Не надо уметь Ходить Как правило Мы понимаем Что новички Не умеют Ходить В связках Для этого Есть техники Они называются Шортропинг Короткая веревка Это как правило Ну прям Классика Это 1 плюс 1 То есть Ты просто Ведешь Своего гостя На короткой веревке И просто Чтобы он Даже там Где Ну Существует Минимальная Вероятность Упасть Чтобы он Не упал Там Мега Профессионалы Могут водить Двоих гостей В одиночку Поскольку я не альпинист Я как бы Не берусь Водить Какие-то Сложные маршруты Потому что У Эльбруса Сложность Это высота И сложность Это погода Ну и Опять же Правильное Это очень важно Правильно Выбранное Время года Есть периоды В которые Категорически Нельзя ходить То есть В декабре На Эльбрус Ходить не надо То есть Есть конечно Люди Которые готовятся На какие-то Восьмитысячники И ходят Но Коммерческий альпинизм В декабре В ноябре В октябре Очень сомнительная история Не могу сказать Что невозможно Альпуха делает Это новогоднее восхождение На Эльбрус Ну как правило Это все Пьянка на Лепрусе Короче И хождение Вокруг Лепруса Ну как бы Поэтому Чревато Потому что И 50 И 60 метров В секунду В это время Дует ветер Ну это просто сдует Это просто сдует Там Нереально Ничего делать У меня Народ Знакомый Сидел Неделю На косой Ну Чуть выше На седле В фумароле Потому что Дуло так Что просто Не вариант Был Было Было Спускаться В целом Наверное Все Вопросы А Хороший вопрос Кстати Сколько времени Занимает Восхождение Это 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 Сильно Зависит От того Кто Идет И откуда То есть Как правило Если мы Идем С 4500 Ну Считается Нормальным 8 часов Наверх Ну И часа 3 вниз Ну то есть Штуку За 8 часов В принципе Группа Среднестатистическая Идет Если мы Идем С 4700 Ну это Соответственно Минус Там Полтора Два Часа Ну то есть 6-7 часов Наверх Если мы Говорим Про запад На восток Чуть быстрее Он просто Чуть короче Чуть удобнее Чуть удобнее Подъем Если мы Идем С 5100 Ну не знаю Мне сложно Оценить Я С 5100 Ходил Всего один раз А не вру Два раза Я ходил Первый раз Мы шли 5 часов Ну там Что-то Это Был возрастной У нас товарищ У которого Оказался Обструктивный Бронхит И гипертония Он мне об этом Рассказал Уже Уже Когда мы Практически На западную Вершину Пришли Я Дал ему Подзатыльник Отобрал У него Все таблетки Ну в общем Как-то Без эксцессов Было С 5100 От 5 От 3 До 5 Часов Мы вот Крайне раз Ходили на Восток Мы за 3 часа Зашли Поскольку Эльбрус Это все-таки Восхождение Прям эконом Класса Даже если Даже если Даже если Кислород Это дорого Кислород Это в любом Случай дорого Абрамов Это компания Семь вершин Они Запустили В прошлом году Проект За один день На Эльбрус Ну то есть За выходные На Эльбрус Да Ну типа Они там Сходили Несколько пилотных Групп Сходило на Эльбрус Но я так понимаю Ценник Ценник у Саши Был такой Что в принципе Сходили пилотные Группы Это свои Там люди Которые С ним Везде Ходят Ну и Ценник Видимо Был такой Что распространение Это не получилось Потому что Как бы Есть всякие Разные Странные Туристические Компании Которые Пытаются За какие-то Смешные Деньги Водить На Эльбрус Ну вот Как бы Не Не надо Ходить Задешево На Эльбрус Потому что Еще раз Гора Серьезная Это все равно Высоко И там Можно Остаться Основная Проблема У новичков В том Что Ты не можешь Оценить Как бы Опасности Объективно И Смерть Она В принципе Штука Прозаичная Очень То есть Вот Между тем Что Ты там Задорно Тусуешься И все Здорово И Тем Что Гора Трупов Вот Прям Волосок Тусуешься Тусуешься Тусуешься